Военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы, стартовал традиционно в 10 утра. Праздничные торжества начались с митинга у холма боевой славы. Здесь были ветераны войны и тыла, правоохранительных органов, воины-афганцы, участники боевых действий на Кавказе. На трибуне служащие администрации, депутаты городского собрания, представители военного комиссариата, общественных организаций и волонтерских объединений. Первые славопоздравления в адрес ветеранов войны и горожан прозвучали от главы города Зандина Акмазова. Пожелаю здоровья, пользуюсь лучшими, хочу и горожан поздравить с этим праздником. Хочу, чтобы наше подрастающее поколение было похоже, подражало жизни, строил свою жизнь на примере жизни и деятельности наших ветеранов. И всем праздничем оставим. На торжественный парад Победы для того, чтобы поздравить ветеранов, Хасавюрт прибыл и первый заместитель министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Арслан Арсланов, который в своей речи отметил, что 9 мая – главный общенациональный праздник, день радости и светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая право на будущее. Большая часть моей трудовой жизни прошла в Хасавюрте, поэтому я прохожу сюда, в свой родной город, поздравить с любым праздником. Это не обязательно, чтобы 9 мая на всех мероприятиях, на всех мероприятиях, по мере возможностей я пытаюсь участвовать. Всем благополучия, пусть всегда будет мир над нами, пусть будет голубое небо, чтобы хасавюрт, хасавюртовцы чувствовали себя всегда счастливыми, радостными и были благодарны судьбе, что живут в таком прекрасном городе. Поток праздничных колонн был неиссякаем. День Победы – это мужество и сила, безмерная любовь к своей родине. Память о боевом братстве в борьбе против нацизма и спустя десятилетия объединяет разные поколения. Слова поздравления в адрес ветеранов и горожан прозвучали отовсюду, от людей разных возрастов и сфер деятельности. Десятки миллионов наших соотечественников пали героями на полях сражения. Уважаемые ветераны, уважаемые наши герои, хасавюртовцы, от души поздравляю с этим праздником. Лучшие сыновья, наши дочеря воевали на всех фронтах. 14 тысяч фасавюртовцев были мобилизованы в советскую армию. 7 тысяч из них остались на полях сражения. И в этот день, конечно, мне хочется сказать всем, кто воевал, мы преклоняемся перед вами. Для меня огромная честь находиться на параде 73-й годовшине Победы. Хочу поздравить в первую очередь горожан. Хочу пожелать нашим ветеранам крепкого здоровья, всех благ. И дай Аллах, чтобы мы больше не увидели войны, чтобы не пережили то, что наши предки пережили. Всем всех благ. С праздником Великой Победы. Активное участие в праздничном шествии приняли трудовые коллективы, организации, ведомств, управления, учреждения и, конечно же, вся молодежь города. Самые главные и искренние слова в адрес участников войны прозвучали от юных жителей Хасавюрта. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба, пусть солнце лучистое всем нам сияет. А воин никогда и нигде не бывает. Отмечаемый ежегодно и с большим размахом День Победы, праздник с сединою на висках, считается самым почитаемым и любимым праздником многих горожан. Он насыщен десятками мероприятий по чествованию ветеранов войны и работников тылового фронта. Не менее торжественной и красочной стала церемония возложения венков и цветов у памятника танк, сооруженному в честь героя Советского Союза Эль-Мурзуи Джумагулова. В этом году завершилась Великая Отечественная война. В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину Великой Победы. И вновь мы воспоминаем тех, кого с вами едят ветеранов Великой Отечественной войны. В советской стране не было ни одной семьи, которой бы эта война не принесла горе. И мы, все рожденные после этих страшных событий, должны быть благодарны за свою жизнь ветеранам. Каждые из присутствующих выражали благодарность участникам войны за самый великий подвиг. Ведь эта победа завоевана упорством и бесстрашием, сплоченностью и братством всего советского народа. Сегодня, в этот знаменательный день, граждане и гражданки Советского Союза, мы, потомки, пришли сюда, чтобы почтить память павших и поздравить ветеранов, которые воевали во Второй мировой войне. За то, чтобы мы сегодня могли дышать этим воздухом, наслаждаться погодой и климату. Чтобы мы могли гордиться и жизнью, чтобы над нами светило синее небо, чтобы солнце светило, чтобы мы могли улыбаться друг к другу, здороваться, при встрече. Держать в памяти тот тяжелый исторический урок и воздавать дань глубокого уважения всем причастным к победе – наша фундаментальная обязанность и лишь малая часть того, чем мы можем их отблагодарить. Я пришла сюда, чтобы поблагодарить ветеранов за то, что они победили в войне и дали нам светлое будущее и поцветание. Если бы не ветераны, не знаю, что бы здесь произошло. Если бы победили фашисты. Мой двородный дедушка тоже участвовал в войне. Он там погиб, его похоронили в братской могиле. Моя бабушка – дети войны. Она прожила до сих пор, она жива. Когда она закончилась война, ей было уже 9 лет, она даже до сих пор помнит, что там была. Говорит, рассказывает, чтобы очень... Кушать тоже не было так много. Было очень страшно сидеть в подвалах, чтобы не трогали их. Говорила она, что... Ее мама тоже шла на бой, говорила она. Во время проведения всех мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, общественный порядок и безопасность горожан, обеспечивали сотрудники городского отдела полиции, служба МЧС, другие правоохранительные органы и организации. Сегодня никто не имеет права забывать о тех, кто не вернулся с полей сражений, о тех, кто ценой своей жизни подарил будущему поколению свободную страну. Спасибо деду за победу! Спасибо деду за победу! С праздником! С праздником! Бика Сулейманова, Зарема Хайбулаева, Пермагомед Пермагомедов, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».